Ну, давайте тогда будем заканчивать. Поговорим о человеческой природе с точки зрения Фукидида. 82.2 И вследствие междоусобиц множество тяжких бед обрушилось на государство. Бед, какие бывают и будут всегда, пока человеческая природа останется пружина. Помните, Фукидид говорит, я пишу труд навсегда. Да, вот это вот навсегда, как мы с вами думаем, заключается в том, что Фукидид своим трудом раскрывает человеческую природу на самом деле. А человеческая природа неизменна. Проще говоря, если Фукидиду удастся доказать нам, что человеческая природа раскрывается до конца именно в ходе войны, да, и уже затем доказать, что она раскрылась до конца именно в ходе этой войны, то никакая другая война уже не сможет раскрыть человеческую природу больше. И это будет значить, с одной стороны, что Пелопонезская война – это предельная война, да, в том смысле, что ее невозможно превзойти. Это будет значить, что нет никакого прогресса. Это будет значить, да, потому что есть такие синусоиды, которые мы с вами уже рисовали. То есть, что такое же раскрытие человеческой природы может быть достигнуто в будущем, но оно никогда не может быть превзойдено. И это же будет, на самом деле, означать, что Фукидид смог достичь своей цели, и что поставленная им для себя планка «сделать труд навсегда» будет, на самом деле, взята. Угу. Напротив, война, лишив людей житейских удобств и повседневных жизней, оказывается насильницей, насильственной наставницей и настраивает страсти большинства людей сообразных состояний. Человеческой природе в миру мешает раскрыться само удобство. Понятное дело, я напомню вам, сейчас Фукидид об этом скажет, что на самом деле главным препятствием для раскрытия человеческой природы в миру, конечно, служит само государство. Но помимо государства служит препятствием раскрытия человеческой природы и удобства. Несмотря на то, что все люди обладают единой природой, и эта природа неизменна, чаще всего люди не хотят добровольно эту природу проявлять. Мы предполагаем, потому что это сложно, это тяжело. Люди, как вы помните из Макеавелли, враги всяких затруднительных предприятий. Так вот, говорит Фукидид, война не просто дает им возможность проявить свою природу. Война также заставляет их проявлять свою природу на полную. В этом смысле предельная война – это война, которая заставит вас полностью раскрыть свою собственную природу. Вопрос. Удобства же не возникают просто так. Удобства создаются людьми даже вне государственного состояния, потому что, как мы помним, государства начали возникать из страха и выгоды. Смотрите, удобства создаются благодаря миру. Люди благодаря миру накапливают всевозможные блага, как вы помните. Да, все верно. И поэтому у меня вопрос. Есть ли появление природы человека? Это такое затруднительное занятие. И ему препятствовать не только государство, которому мы могли бы, например, какого-нибудь анархизма назвать таким досадным недоразумением, которое нам навязали. То удобства люди создают себе сами. И состояние мира люди тоже продуцируют сами. Нельзя ли утверждать, что то, что их внимает по природе человека, на самом-то деле это скорее обратная сторона? То есть люди скорее не стремятся к тому, чтобы не проявлять этих сложностей. Мы могли бы сказать вслед за Макиавелли, что люди враги всяких затруднительных предприятий. Поэтому, несмотря на то, что природа подталкивает их к чему-то, они не очень хотят что-то вообще делать. В том числе и проявлять ее. Потому что это тяжело. Это требует усилий. Ну, значит, мы могли бы сказать, что природа человека, в том числе в том, что люди, условно говоря, по своей природе ленивы и не хотят проявлений жестокости, отваги, величия и так далее. Можно было бы, да. Наверное, я бы мог сказать, что уже не вслед за Макиавелли, а вслед за Гоббсом, что Гоббс именно такой вывод и делает. Что на самом деле люди не хотят только одного, а все остальное их устраивает. Но фукидит ведь нам указывает не только на ту проблему, что удобство, оно противостоит воплощению природы. Такое вполне может быть для большинства, но не для всех. Более того, вы должны помнить, что мотивы создания государства и мотивы его гибели – это одни и те же мотивы. Именно поэтому стремление к удобству может быть как мотивом создания государства. Я хочу обогатиться, давайте, как в случае с Минусом, давайте мы уничтожим пиратство и будем обогащаться. Давайте мы откинем варварство и достигнем цивилизации. Давайте мы прекратим воевать, достигнем мира, и это будет богатство. Мир несет с собой обогащение. Понятное дело, мое обогащение. Но тот же самый мотив, мотив опять же человеческой природы, ведет нас и в другую сторону. Но тогда у меня возникает такой вопрос. Если становление государства и падение государства – суть появления природы человека, одного процесса в нем, то тогда возникает вопрос. Если природа человека появляется в лучших, условно говоря, людей, в лучших в плане тех, кого упоминают в пикетит, там они раскрываются в процессе войны, свою природу и так далее. То если к появлению государства и подавлению природы ведет то же самое, что и падение государства, то не можем ли мы заключить, что Алкивиад, Ники и прочие вот эти ребята попадают такой же природой, как и те, кто не проявил ее? Конечно, природа человека общая для всех людей. То есть вопрос не в том, обладаете ли вы или нет, вопрос в том, раскрываете ли вы или нет. Во время мира, помимо природы, есть еще другие мотивы поведения. То есть помимо проявления природы есть какие-то воспитанные наклонности, привитые наклонности. Ну, скажем, законопослушность. Почему бы и нет? То есть вы же не являетесь законопослушными от рождения, такого не бывает. Законопослушность является привитой. А вот во время войны уже никакой законопослушности, никакой законопослушности апеллировать не получится, потому что закона нет. Поэтому вы должны опираться на что-то, для того чтобы действовать, вы должны опираться на что-то более прочное, что-то вечное, что-то, что не упадет. И во время войны, естественно, когда падает государство, падает все это наносное. И остается только нечто подлинное. То есть, помните, проблема классической политической философии ставится из наблюдения того, что разные режимы имеют разные законы. И потому классики ставят вопрос, а на каком основании законный порядок вообще возможен? То есть, как так получилось, что все государства вроде бы стремятся в одну и ту же точку, но почему-то действуют совершенно противоположным образом? То есть, это такая софистическая, в начале, конечно, софистическая критика государства. Государство является конвенциональным, оно не является естественным. И так как оно является конвенциональным, оно является непрочным. То есть, то, на что мы сегодня согласились, мы завтра можем не соглашаться. Или переделать, или передумать, или отказаться. Поэтому, для того, чтобы основать совершенное государство, говорят классики, мы должны опереться на что-то совершенное, в смысле, на что-то вечное, на что-то, что не изменяется. И их ответ, который они противопоставляют закону или конвенции, то есть, но, массу, это фюзис природа. Открыв неизменяемое в человеке, открыв вечное в человеке, и только открыв вечное в человеке, мы сможем на этом вечном построить вечный порядок. Аристотель или Платон скажут, давайте мы так и сделаем. То есть, мы посмотрим на то, что в человеке человеческого, что в нем неизменного, в чем его природа. И, отталкиваясь от этой природы, мы сможем создать идеальный режим. Проблем на этом пути возникает две. В зависимости от того, к какой части классической политической философии вы принадлежите. Первая проблема для Сократа и его последователей, включая Платона, Аристотеля и Ксенофонта, заключается в том, что после открытия человеческой природы мы осознаем, что усилия, необходимые для того, чтобы на ней плотно построить, прочно построить режим, они просто недостижимы. Мы знаем, что нужно сделать, но это просто невозможно сделать. Это первый вариант ответа на вопрос после поиска природы, как нам построить на найденной природе государство. Ответ Фукидида еще более страшен. Потому что оказывается, что человеческая природа антисоциальна, она асоциальна. То есть государство нельзя построить на природе, можно построить только вопреки ей. И это означает, что идеальное государство, что совершенный режим невозможен в принципе. И что режим и отдельный человек, это вам такой либеральный вывод, они всегда противонаправлены. То есть то, что есть человеческого в человеке, то, что делает его человечным, его человечность, это как раз то, что убивает коллектив. То, что вредит обществу. И хороший человек таким образом становится, не то, что как у Аристотеля, только в идеальном режиме может быть хорошим гражданином. Он в принципе не может быть хорошим гражданином. Напротив, чем лучше человек, тем более он оказывается врагом для коллектива, тем более он оказывается врагом для общества. И человеком абсолютно асоциальным и антисоциальным. И это большая, большая такая фукидидовская загадка, если хотите. Потому что суть ее заключается в том, что, конечно, мы, фукидид как классик, и мы вслед за ним считаем, что так как люди неравны, то надо выступать на стороне лучших, а не худших. Но выступление на стороне лучших означает выступление за человеческую природу, за раскрытие, за полное раскрытие природы. А полное раскрытие природы означает антисоциальность, асоциальность и войну. Но для войны, как вы знаете, нужно что? Что предшествует этой войне, предельной войне? Оттушение социальности. Не-не-не, предшествует войне что? А, долгий мир. Конечно, но для войны нужен долгий мир. Чтобы природа человека раскрылась по полной, нужна масштабная война. Но масштабная война предполагает масштабный и долгий мир для накопления ресурсов. Да, Михаил Владимирович. Здесь есть определенные противоречия в том отношении, что, как мы можем судить, природа человека в том числе приводит к появлению государства. Да. И, соответственно, подавление природы человека, то есть, условно говоря, самоподавление природы человека, также является ее свойством. Если природа человека создает государство, то есть, создает инструмент своего подавления, значит, что... Ну, или подавление каких-то своих качеств. Значит, стремление к вот этому, к социальному, к, условно говоря, слабому, к непроявленному, также присутствует в природе человека, как и стремление к уничтожению социального и высвобождению этого самого человеческого. Это звучит хорошо, но здесь есть один, как мне кажется, недостаток. Государство не является естественным, оно является искусственным. Создание государства, хотя имеет отношение к природе, потому что оно исходит из тех же мотивов, из которых потом исходит его гибель, да, из природных мотивов, все-таки оно не является естественным. Искусственно в том отношении... Смотрите, тут возникает вопрос, что мы заранее установили то, что государство является неестественным. Все, что создает человек, искусственно. Мотивация человека природная. Люди создают государство не потому, что им указал, там, спустился с неба Моисей и сказал, строите государство, вам это нужно. А почему они создают государство? Потому что неведомо своей природой. Страх – это природа. И страха, да. Но страх – это не природа, а страх – это внешний мотив, конечно. То есть природа человека не в том, чтобы бояться все время. Хотя страх человек может испытывать. Они создают государство из страха. Но создают его, если мы вспомним про Гопса, с помощью разума. Не с помощью природы. Это действительно такой хороший парадокс. Не заключено ли в природе человека государство? Вот если мы следуем за Гопсом, ответ нет. Потому что государство искусственное. Аристотель считает, что государство естественное. И оно выходит из природы чистейшим. То есть искусственное государство – это государство, созданное с помощью разума. Естественное государство – это государство, не созданное с помощью разума. Это государство, созданное с помощью инстинктов. И вот по Фукидиду государство естественно искусственно. И в этом смысле, несмотря на то, что оно исходит из естественных мотивов, в какой-то часть, его создание опирается на естественные мотивы. Мы можем даже, наверное, сказать, что его существование опирается на естественные мотивы. Но эти естественные мотивы не являются полными, полноценными. А мы могли бы сделать такой вывод, скажем, глобальный вывод, потому как Фукидиду, насколько мы помним, он утверждает, что Фукидид является пиком, потому что до него было огромное развитие, был мир и так далее. Что природа человека, суть есть не в том, что он социально, естественно, для него государство или нет. Или пребывает ли он в гражданском состоянии, как приказал в его истоке, что природа человека – это неполитическое животное. Или же наоборот, что он антиполитическое животное, и он вообще должен уйти из государства и стать добрым дикарем, как завещал Руссо. А в том, чтобы в природе человека заложено противостояние между подавлением индивидуализирующего начала и его раскрытием. Это хорошая мысль, но, наверное, будет лучше переформулировать её. То есть природа человека имеет только одну направленность, но её реализация во многом оказывается противоречивой. Вот, наверное, так. То есть природа человека строго антисоциальна. Никакого социального, ничего социального в ней нет. Но её реализация ведёт к социализации. Так получается, что она ведёт к социализации. Но ультимативно она, конечно, ведёт к гибели социального, к гибели общественной. И это большое противоречие. Да, это большая проблема, на которую и вы, и я пытаемся вместе указать. Тут ещё возникает нюанс, что мы с вами можем, например, утверждать как раз-таки антисоциальность человеческой природы. И фактически нам дают больше доказательств этого. То есть мы наблюдаем в истории Пилотенской войны последовательное фактически разрушение социального. И, как следствие, высвобождение вот этих новых личностей, вершиной которых является алкебиатрой. Но тут возникает вопрос, что является ли социальным исключительно противопоставлением человеческому? Мы возвращаемся обратно. В какой-то момент человеческое требует или создаёт социальное. Но только для того, чтобы, оперевшись на него, оперевшись на его гибель, затем высвободиться до конца. То есть в случае создания государств человеческая природа играет свою роль. Но эта роль подавлена. Эта роль не полностью раскрывающегося человеческого. Именно поэтому условный Агамемнон или условный Минос не такие великие личности, как условный Боросит или условный Алкебиат. Несмотря на то, что в них проявляется человеческое, оно не проявляется в них полностью, не проявляется в них до конца. И это не проявление до конца и делает их основателями государств, а не разрушителями государств. Можно ли тогда универсализировать то, что вы сказали, такой принцип, что природа человека заключается в том, чтобы сначала аккумулировать собственный ресурс, а затем, разрушив форму аккумуляции, высвободить его в какой-либо исход. То есть высвободение этого, оно у нас индивидуально, как мы видим. Но для того, чтобы этот триумф индивидуальности, ведь Дифкидида, ведь Алкебиада и прочих, стал возможен, необходимо на определенное время подавить эту индивидуальность, социальную состав государства. Не совсем так, потому что создание государства, оно же тоже индивидуальное. Просто создание государства является проявлением природы в неполной ситуации. Проявление природы, возможно, полное проявление природы, возможно, только на пике прогресса. Создание государства – это не пик прогресса. А наоборот... А создание Алкебиада, создание государства для своих детей не является ли как раз обратной стороной этого триумфа? Помните, что Алкебиад говорит это спартанцам. То есть он выдвигает новый принцип патриотизма для того, чтобы перетянуть их на свою сторону. Мы не можем знать, верит ли он в этот принцип и собирается ли он вообще что-то создавать, помимо того, что он собирается просто захватить власть в родном городе. Это действительно так, но возникает такой вопрос, что его амбиция стать тираном фактически же предполагает, что он не просто вот пришел, сел на трон и хватит с этого. Ну, конечно, мы знаем, что он там недолго посидит, но Алкебиад этого еще не знает, для него это еще не проспойлерит. Фукидид показывает нам, что человеческая природа, ее раскрытие, никак не связано с успехом или неуспехом. То есть идея о том, станет ли Алкебиад или не станет кем-то, она абсолютно второстепенна по сравнению с природой, с раскрытием природы. Просто у нас мы могли бы, так сказать, замкнуть вот этот круг, если бы сказали, что создание государства – это проявление природы в ограниченных условиях, но создание государства происходит благодаря людям, которые проявили свою природу в абсолютных условиях. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Ну, то есть чаще всего государства создаются по итогам войн, какими-нибудь лидерами, основателями государств. И эти люди в процессе этой войны проявили свою природу максимально, и итогом их проявления стало создание новых государств, которые далее аккумулируют этот ресурс и высвобождают в виде новых людей, которые также могут в потенции высвобождать свою природу абсолютно в абсолютных условиях создать новых государств. Это был бы, наверное, неплохой вывод, но, к сожалению, Алкевиат оказывается не создателем, а только разрушителем. Но вы сами сказали, что Фукидит не акцентирует внимание на том, что успех необходим для проявления природы. Да, как раз таки это полный его неуспех, что делает его особенным. То есть Алкевиат уничтожает Афины, а не создает их. Проявляя свою природу, он губит родной город, а не спасает его. И если бы он отказался проявлять свою природу, то есть если бы, когда афиняне прислали за ним на сицилийской экспедиции с целью приговорить его к смертной казни, он бы сказал, хорошо, я вам подчинюсь, и его бы убили, город бы сохранился. Но тот факт, что Алкевиат решил проявить природу, ведет к гибели города. Да, но возможно к потенциальному созданию нового. Ведь он же все равно меняет своим действием. Он меняет своим действием Спарту, например. Я бы так не сказал. Политический режим Спартии меняется, да, но не благодаря Алкевиаду, а благодаря, как вы помните, неудачам Агида в основном. Насколько я помню, мы еще говорили про то, что у Фуки Дида большинство персонажей, на которых он останавливается, застряляет особое внимание, это, ну как мы их называли, неудачники. То есть они на самом деле в классической оценке не добились какого-то успеха. Да, именно об этом мы говорили, и на это я обращал ваше внимание, что ценность человека с точки зрения Фуки Дида не связана с тем, оказался ли он успешен или нет. А только с тем, насколько хорошо, насколько полно он проявляет природу. То есть насколько человечным он является. Конечно. Вот как раз, кстати, вопрос. Мы же говорили о том, что у нас был Агамемнон в свое время. Он ведь, мы почитаем его по основателям государства. Да, мы можем это сделать, да. И Агамемнон в Кюдид упоминает, как одного из двух великих людей той войны. Нет, одного единственного. В Троянской войне есть только Агамемнон, да. Вот, и Агамемнон раскрыл свою природу и стал основателем государством. Но именно поэтому его превосходят следующие за ним. Безусловно. Да. Но их превосходство стало возможным благодаря тому, что Агамемнон создал государство. Даже больше цивилизацию, да. Креки стали цивилизованными людьми. Да, конечно. И тогда получается, то есть получается замкнуть круг, что Агамемнон фактически, проявив свою, высвободив свою природу, свою человечность на том этапе максимально, создал государство. Понятное дело, что он высвободил ее в гораздо меньшей степени, чем его последователи. Да, ну конечно, потому что он был пьяком. То есть высвобождение человеческой природы становится на сторону социального в условиях ограниченных ресурсов и становится против социального, когда эти ресурсы достигают своего пика. Аккумуляция этих ресурсов так или иначе достигает своего пика. Раскрытие природы, как и война, связаны с прогрессом. В случае же регресса, в котором находился Агамемнон, природа не может, хотя она все равно продолжает действовать, природа всегда продолжает действовать, она не может раскрыться полностью. Именно поэтому, из-за этого неполного раскрытия, Агамемнон оказывается основателем государства, а не его губителем. Точно так же, как и Минус, например. В таком случае, если, в таком случае мы можем сказать, что потенциально, Пелопонезская война не стала бы предельной, если бы Алкивиас умудрился бы создать новое государство. Если бы его там новый патриотизм, его новое видение создали бы новое государство. Тогда бы он дал бы новый виток развития, и те, кто бы разрушил его строй, превзошли бы его по распятии права человека. Да, сложно говорить о таких спекулятивных штуках, но все-таки вы должны помнить цель Алкивиада. Ведь цель Алкивиада это не Афины. А что является целью Алкивиада? Да ладно. Нет. Собственная выгода. Нет, 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 нет. Смотрите, когда Алкивиад говорит Афинянам, зачем они плывут на Сицилию, или когда он говорит спартанцам, зачем Афиняне поплыли на Сицилию, Фукидит оба раза показывает, что это был не план Афинян, это был план Алкивиада. Что это за план? Что идет после Сицилии? После Сицилии Карфаген, после Карфагена Египет, а после Египта весь мир. Значит, Алкивиад был ближе к идее мирового господства? Да. Сейчас мы увидим природу человека, предел этой природы будет заключаться, кажется, в том, чтобы иметь господство надо всем миром. Но если бы Алкивиаду это удалось, мы сейчас абсолютно говорим гипотетически, потому что мы понимаем, что это невозможно, да, в принципе невозможно. Но если бы Алкивиаду это удалось, то те, кто следовали бы за ним, не могли бы себе позволить раскрыть свою природу до конца, именно потому что у них не хватило бы масштаба, им некуда было бы больше расширяться. Но давайте я снова отброшу вас к Карлу Шмидту. Помните, Карл Шмидт говорит, знатный гопчанец, напоминаю, что политика, во всемирном государстве была бы невозможна, только если бы мы бы не нашли кого-то еще. Кстати, интересный момент касаемо мирового господства в современной практике, это расширение в космос и попытка конкурировать на уровне уже не планеты, а выхода за ее пределы. То есть это, по сути, если мы будем говорить в категориях фукидида, попытка раскрытия человеческой природы, выходя на новый уровень. Да, но это раскрытие становится возможным в пределах только войны, причем большой войны. И очевидно, что если у нас есть единый мир, то у нас есть только два варианта войны. Первый вариант – это гражданская война, и она не может быть большой, потому что ресурсы обоих сторон в этом конфликте меньше, чем ресурсы единого мира. То есть обе стороны обладают меньшими ресурсами, чем мир целиком. Поэтому война, раскрывающая человеческую природу на полную, была бы только в том случае, если бы мир целиком воевал бы против кого-то. О чем Шмидт и говорит. Как вы помните, я надеюсь. Но вот этих кого-то нет. Поэтому, несмотря на то, что вот Иван Алексеевич говорит, всегда есть возможность гражданской войны, да, но гражданская война – это всегда регресс, если мы говорим о едином государстве. Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. Тринк. Так, междуусобная даль тарелок государств. Все из них, которые почему-либо стали волноваться позже, ознакомившись уже с предшествующими событиями, шли гораздо дальше в крайностях, изобретаемых ими планок, будь это коварство в нападениях на врагов или бессмысленная мстительность. Изврешено было общепринятое значение слов в применении их поступков. Безрассудная отвага считалась храбростью и готовностью к самопожертвованию за друзей, предусмотрительная нерешительность трусостью под благовидным предлогом, рассудительность прикрытием малодушия. Ну, конечно, не рассудительность, а умеренность должна быть. Вдумчивое отношение к каждому делу, неспособностью к какой-либо деятельности. Наоборот, безумное мнение признавалось уделом мужа, а осмотрительное обсуждение благовидным предлогом приклончивости. Человек ничем не доволен, считался мужем и надежным, а тот, кто возражал ему, внушал подозрениями. Удачно устроивший козь не признавался проницательным, а заранее постигший их еще более лог. Если кто заботился о том, чтобы не пришлось прибегать ни к чему подобным, того называли разрушителем товарищеских связей и трусом перед противом. Вообще, превозносили похвалами того, кто предупреждал задуманное другим какое-либо злое деяние, и кто подстрекал к тому другим и не помышлявших о таких бизнесах. Итак, смотрите, это снова такой макеавеллистский заход. Фукидид говорит, что во время Гражданской войны вопрос хорошести человека смещается с моральных оценок на оценки эффективности его деятельности. В том смысле, что, вспомните, как говорит Макеавелли, возможно такое словосочетание как «хороший убийца». Не в смысле морально хороший, а в смысле эффективный убийца. Если мораль является второстепенной, является наносной, является искусственно созданной, то вопрос о том, как оценивать человека с естественного стандарта, это, конечно, вопрос его аморальности. То есть мораль мы отметаем и задаемся вопросом, хорошо, а если мы не оцениваем человека с точки зрения морали, что мы больше делать не можем, то с какой точки зрения его оценивать? Это должна быть оценка эффективности его действий. Хороший человек, этот человек, достигающий своих целей. Проблема, естественно, заключается в том, что эти цели, конечно же, аморальные цели, антисоциальные цели, это человеческие цели. Родство связывало людей меньше, нежели у загетерий. Гетерий, да. Вы помните, что хитарос это товарищ, и гетерии это буквально политические товарищества. Так как члены последних отваживались на все с большей готовностью и без всяких отговоров. Ведь подобные товарищества составлялись не ради благих целей согласия с существующими законами, но в видах корыстных против господствующего порядка. Доверие друг к другу скреплялось в них не столько уважением к божескому закону, сколько соучастием в тех или иных противозаконах деяний. Следующий вопрос сейчас тут вопрос от Вадима Жуфгеньевича но при этом великие люди неудачники да так и есть то есть не достигают своих целей да хорошие или тогда великие ооо вот это хороший правильный вопрос мы говорим сейчас о том что во время гражданских войн когда мораль перестала действовать люди задались вопросом это вопрос вечный как отличать хорошего человека от плохого и ответ который они нашли во время гражданских войн заключается в том что хороший человек это человек достигающий своих целей это эффективный человек понятное дело что тот ответ который нашли эти люди во время гражданских войн это не ответ Фукидида ответ как вы видите опять таки иной добрые предложения противников принимались не по благородному доверию но после действительных мер предосторожности и только тогда когда на стороне врага был гримус выше считалось отмстить какому-либо кому-либо за обиду лишь бы не подвергаться обиде если мы и это такая если хотите проблема Сократа опять в кавычках в данном случае помните в первой книге государства Сократ уверяет нас что справедливость является супер важной базовой доброветелью для любого коллектива даже говорит Сократ группа преступников должна быть справедливой внутри самой себя потому что если она не будет справедлива внутри самой себя если эти люди не будут относиться друг к другу справедливо эта группа просто распадется то есть какой-то уровень морали уверяет нас Сократ необходим при любом коллективном существовании если этот коллектив собирается просуществовать хоть сколь-нибудь долго вот Фукидид говорит нам что во время гражданской войны люди действительно отбросили классические представления о морали о божественной морали человеческой морали об уважении к закону к справедливости но при этом все равно смогли удержать существование своих маленьких гетерий или относительно маленьких гетерий маленьких сообществ причиной этого как говорит Фукидид является не мораль а что Жанна Витальевна пока остальные думают просить еще раз над семерочкой доверие друг к другу доверие друг к другу скреплялось в них не столько уважения к божескому к божескому закону сколько соучастия в тех и иных противозаконных деяний Итак что на самом деле скрепляет маленькие сообщества мы можем даже сказать и большие тоже что на самом деле скрепляет маленькие сообщества если не мораль конвенциональная а что коллективные преступления ну нет и даже не общее дело что страх конечно страх общий страх потому что другие нападают и соответственно объединяясь есть больше возможностей не 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 общий страх что если вы что-то будете делать не так вас дадут конечно на самом деле сообщества скреплены не позитивными уверениями да не позитивными вещами такими такие как мораль или божеский закон или справедливость на самом деле они скреплены негативными мотивами мотивом страха вы конечно же немедленно можете броситься к гопсу и вспомнить как создается общество с точки зрения гопса центральный если не сказать единственный мотив образование большого сообщества это страх никаких других мотивов типа морали божественного закона справедливости в организации обществ нет конечно же вы должны вернуться и спросить себя а что это за страх страх перед кем но ответ на этот вопрос кажется абсолютно очевидным мы кажется были просто так перед государством не не сейчас когда все упало когда государства больше нет и с ним вместе исчезает мораль божественный закон и человеческий закон сократ говорит нам не может такого быть потому что даже сообщество преступников то есть людей противозаконных по определению нуждается в справедливости нуждается в морали внутри самих себя фугедит отвечает нет 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 ничего подобного сообщество преступников продолжает существовать не из-за морали какой бы то ни было а только из-за голого страха ничего другого не удерживает преступников не удерживает людей которые уже начали проявлять свою природу которые отказались поддаваться давлению государства кроме этого мотива тогда это может быть страх предательства тогда конечно конечно это страх что ваш подельник вас сдаст если что-то ему не понравится но ваш подельник испытывает тот же самый страх по отношению к вам это ведь круговая порука соответственно целиком общество держится на том что все участники общества боятся друг друга не внешних каких-то штук хотя и это тоже но в первую очередь друг друга давайте продолжим если если быть может в целях примирения и давались клятвы то это делалось обеими сторонами только ввиду безвыходности положения в данный момент когда не имелось уже никаких других средств при удобном случае лишь только одна из сторон приобретала уверенность в силу а на другой стороне замечалась беспечность первая мстилась тем больше наслаждений чем противников благодаря доверию клятвы нападения застегала тайна да страх оказывается также способным преодолеть и мораль естественно вы снова должны вернуться на уровень выше и посмотреть как ведут себя государства или хотя бы вспомнить Макеавелли который говорит обещай всем все и всегда а повод нарушить обещания найдутся нападающий имел ввиду и собственную безопасность и сверх того приобретал славу предоприцательного человека за то что одолел противника с помощью коварства большая часть людей охотнее предоставляют называть себя ловким злодеем нежели добродетельными простаками последнего названия они стыдят и Фукидид добавляет нам опять против Сократа что вполне возможно такая штука как существование счастливого злодея Сократ уверен ну или если хотите вторая часть классической политической философии Сократическая ее часть уверена что это невозможная ситуация Фукидид уверен что эта ситуация не просто возможна но и осуществима Сократ уверен что это невозможно исключительно из-за того что даже вот эти маленькие преступные сообщества регулируют какой-то определенной моралью именно поэтому даже самый керриный злодень может быть счастлив что его давит моральный закон какой-то определенный вы должны вспомнить первую книгу государства и аргументацию Сократа там Сократ говорит что если ты кому-либо вредишь ты на самом деле вредишь самому себе поэтому если ты плохой ты вредишь другим а если ты вредишь другим то ты становишься хуже сам потому что ты вредишь самому себе следовательно плохой человек не может быть счастлив и может быть совершенен потому что все его преступления делают хуже его слова да хорошо давайте дочитаем тут как раз появляется появляется нужный отрывок о выводе Фукинида о человеческой природе источником всего этого является жажда власти которой добиваются люди и коростолюбия и чистолюбия и так вот вам три свойства человеческой природы три свойства человеческой природы это властолюбие корыстолюбие и честолюбие именно эти три свойства человеческой природы с одной стороны становятся поводом или причиной основания государств и они же становятся причиной их уничтожения уничтожения оттуда и проистекает та страстность с какой люди соперничают между собой и в самом деле лица той или другой партии становившиеся во главе государства выставляли на вид благопристойные соображения одни отдавали предпочтение политическому равноправию народной массы другие умеренным управлением аристократии вы видите как проявление природы оказывается антисоциальным восемьдесят три таким образом вследствие междуусобие нравственная порча моральная порча давайте моральная порча моральная порча во всевозможных видах водворилась среди эллинов и то простогущие которые более всего присущие для народства было осмеяно и исчезло наоборот широко возобладало неприязненное полное недоверие отношения друг к другу я напоминаю вам что это важнейшее замечание носит такой же характер как и замечание о чуме именно в этих условиях и появляется классическая политическая философия то есть она не просто становится возможной в момент морального разложения кажется именно в этот момент она становится необходимой старые порядки законы отцов законы дедов загоны богов больше не могут удерживать или определять человеческое поведение к ним нельзя вернуться потеря невинности это одноразовая штука нельзя потом снова в невинность вернуться поэтому когда законы дедов падают встает вопрос а что может их заменить и в ответе на этот вопрос и появляется например Сократ который говорит что что может заменить философия не 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 на какую штуку мы должны опираться теперь когда заветы отцов классическая мораль традиционная мораль больше не работает какое лекарство от от текущего положения как это лекарство называется какая-то религиозная подоплека нет никакой никакой религиозной подоплеки больше быть не может создать собственный мир нет 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 религия равно деды конечно конечно да Сократ предлагает опереться на что-то другое в человеческом поведении не на традицию на что Сократ предлагает опереться на разум традиция мертва и она больше не может вернуться поэтому нам нужно что-то другое на основании чего мы могли бы построить общество появляется философия в этот критический момент и только в этот критический момент она возможна и говорит у меня есть решение этой проблемы мы должны опираться на разум кто-то говорил философия это получается из разума вытекает философия нет я имела ввиду что я ошиблась был вопрос что придет на что придет взамен падшим упавшим разрушенным законом и этот ответ предлагает философия она предлагает ответ разум да да Сократ предлагает да да и мы естественно можем сказать что какое-то время какие-то две тысячи лет две с лишним этот ответ был успешным почему этот ответ был успешным потому что люди существовавшие в в ситуации когда больше нельзя опираться на обещания потому что традиционные обещания больше ничего не значат да все обещания подкрепляются богами когда нельзя опираться на законы начали уже самостоятельно опираться на нечто другое давайте посмотрим на что три перевес обыкновенно бывал на стороне людей не особенно дальнего ума сознавая свою недальновидность и чувствуя пронятательность со стороны противника они боялись как бы не оказаться менее искусственными способны логически рассуждать как бы другая сторона при своей изворотливости не предупредила их боль да потому что люди уже в этой ситуации погибшего государства погибшего старого порядка или старых порядков вынуждены опираться на собственный разум то есть раньше дело было простое вам человек что-то обещает клянется богами он это сделает потому что боги есть и он это знает и они его накажут если он что-то будет делать не так теперь теперь же и вы и он ово знаете что обещания ничего не значат потому что боги не придут вам на помощь и не накажут клятва преступника поэтому клятвы ничего не значат вы также знаете что государство не придет вам на помощь и не накажет преступника потому что его нет и следовательно вы можете опираться только на самих себя. И опора только на самих себя оказывается опорой на разум. 84. Все эти злодеяния, в большей части, имели место впервые на тех... Вы видите квадратную скобочку перед 84, правильно? Да. Вот эта квадратная скобочка возникает из того, что стиль текста меняется так сильно, что многие современные переводчики считают, что этот отрывок не написан Пуки-Дидову. Алина. Все, что могло быть совершено в отмещении правительств, действующем с напротив, без всякой умеренности, и в возраше мстительность со стороны управляемых. Все, что могло быть сделано для избавления себя от обычной бедности, в особенности вследствие противозаконной решимости и страстного желания захватить чужое добро. Да, помните, что, естественно, афинская чума ведет к правильным выводам о том, что нет смысла действовать на долгую перспективу. Наконец, все, что люди могли учинить не измести за превосходство, но будучи почти в равном положении с противником, впадая в кранность вследствие необузданности страстей и действия с ожесточением и беспощадностью. В это время основы государственной жизни были подписаны. Человеческая природа, которой свойствовала впадать в преступления вопреки закону, взяла веру над последними и с наслаждением проявляла себя, не сдерживая страсти, господствуя над правом и враждуя с лицами, имеющими превосходство. Да, и тут Фукидют прямо говорит, что человеческая природа является антисоциальной. Иначе люди не ставили бы месть выше благочестия, корысть выше справедливости, иначе зависть не имела бы гибельного действия. Тут общих законов на такие случаи, когда при удаче у каждого есть надежда хотя бы на собственное спасение. Теперь они требуют, чтобы законы заранее были нарушены, чтобы их не было и в помине на тот случай, когда придется мстить другим, потому что, быть может, кто-нибудь, попав в опасное положение, будет нуждаться в том или ином из этих законов. Да, смотрите, какой интересный вывод. Люди требуют общих законов, люди требуют справедливости. Тогда, когда при неудаче у каждого есть надежда на собственное спасение, но законы больше не работают, и надежды на собственное спасение нет. Поэтому люди хотят не спастись, не столько спастись сами, это невозможно. Сколько они хотят уничтожить того, кто сможет спастись, в случае если они победят. Что ж, на этом описание гражданской войны на Киркире заканчивается. На этом заканчивается и описание фукидидом природы человека и свойств. И на этом, наверное, нам с вами и нужно остановиться.